Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы с вами собираемся обычно в самое лучшее время. В лучшее, потому что это выходной. Привет, Сергей! Привет, Кирилл. Сергей, я тебе задам сегодня самую, наверное, знаешь, такую нетривиальную задачку. У нас с тобой впереди, да и не у нас с тобой только, а у нас у всех впереди большой праздник. Ну как большой, люди его очень любят. Это праздник, день всех влюбленных, который у нас 14 февраля обычно случается. И в этот день хотелось бы, знаешь, как-то вот немножко сделать приятной своей любимой, жене, подруге, может быть, маме. Всем тем, кого вы любите, надо сделать приятное. Вот задачка тебе такая. Давай сделаем что-нибудь такое, что ты раз приготовил, и люди в восторге. Да, конечно, давай в легкую приготовим. Что будем готовить? Сегодня приготовим кексики, называются они маффины. О! С вишенкой. Все будет изящненько, красивенько. А главное сладко. Сладко, как наша любимая женщина любит. Да. Мужчины, этот рецепт для вас. Потому что именно, мне кажется, вам предстоит радовать своих любимых. Ну что, по кофе и начнем готовить. Шедевр. Шедевр. Рецепт будет легкий, чтобы у нас наши мужики как бы не заморачивались. Не напрягались. Чтобы было легко приготовить, мы сделаем все просто. Давай, с чего начнем? Нам нужно растопить сливочное масло. Так, в сотейничке. В сотейничке. Давай. Включим пельплик. До комнатной температуры, чтобы оно просто растаяло. Вообще, насколько я помню, День света у Валентины, это такой западный праздник. Не просто, потому что у нас в России есть, собственно, свой праздник. Он у нас приходится на 8 июля. Называется он День семьи, любви и верности. Это у нас официальный, скажем так, в российском официальном празднике календаре есть. Держи, будешь замешивать, а я тебе буду накидывать. Давай. Оп. Вот 100 грамм белого шоколада. Могу так делать. Перемешиваем. Перемешиваем. Добавляем туда молочко. Молочка тоже. Ну, тут, наверное, грамм 150 тоже, наверное. Вот ты, человек, который на кухне проводит очень много времени. Вот на 23 февраля, на 8 марта, на 14 февраля, кто кому должен готовить? Тот, кто больше любит другого или есть какой-то график, не знаю, или какой-то посыл, может быть. Кто готовить должен? Кто к этому лучше располагает, скажем так. Кто дома готовит, тот пусть и готовит. Сыпь муком. Сыпь муком. Куриное яйцо надо добавить. Давай я тебе закину. Как всегда, яйцо это наше излюбленное вообще. Вообще, да, у нас... Наш излюбленный ингредиент. Тесто готово. Мы берем... Для праздника взяли вот такие вот бумажные корзиночки. Сколько надо тесто туда положить? Ну, вот до полосочки. То есть у нас есть такая ограничительная полоска, до которой мы все это дело кладем. Если бы, наверное, Сергей делал, то было бы более как-то эстетично выглядело. Но делаю я. Делаю я все, знаете, вот на глазочек как-то, пренебрегая общими правилами. Все, остатки мы убираем, они нам уже не пригодятся. Давай ложечку маленькую. Ложечку маленькую. Держи. Маленькую ложечку. Ну, давай положим туда. Вот у нас есть свежемороженая вишня. Летом можно было бы использовать... Свежую. Свежую. Вообще, летом, мне кажется, можно было бы использовать и любые другие ягоды. Малину, клубнику. Мы будем использовать вишенку. Так что, да, мы ее... Вишенка, друзья, хороша тем, что на светлом маффине будет давать яркое красное пятно. Это здорово. Немножко мы ее закопаем. Десять минут, не больше. Мы потратили для того, чтобы замесить тесто, уложить его в наши корзиночки бумажные, положить, украсить вишней и отправляем все это дело в духовку. Да, градусов на 180, на 190, где-то на 20-25 минут, в зависимости от... От духовки. От духовки, да. Друзья, наши маффины на 14 февраля провели немного времени в духовке. Ну, конечно, в рамках программы мы можем себе позволить поставить их на целых 25 минут в духовку. Они у нас поднялись, стали румяные, поджаренные. Это замечательно. Осталось, конечно, сделать одно. Надо их украсить, потому что мы же не можем... Они и так вкусные, но мы не можем просто взять их и подать вот так вот своей жене, вот взять и подать вот такой... Согласен. Согласен. Поэтому их надо украсить. У нас для украшения мы взяли... 14 февраля, не просто так. Мы взяли вот такие вот маленькие... Маленькие сердечки. Такую кондитерскую присыпку в виде сердечек. Мне кажется, это очень мило. Для того, чтобы вот эти красивые кексики стали еще красивее, мы их давай нарядим. Болегкую, давай, конечно. Возьмем немного крема. Так вот мы их давай разложим сразу. Посмотрите, это же... Красиво. Это целый снаряд от танка с кремом. Красиво. Красиво. А поскольку, видимо, сегодня мне не доверят больше ничего делать, Сергей, на украшай сам. Понял я тут, друзья, одну простую вещь. Говорят, что можно смотреть бесконечно на три вещи. На то, как работает человек. Спасибо, Сергей, что ты вновь и вновь доказываешь это. На огонь, на воду, да? На огонь, как он горит, и на воду. И четвертую я обнаружил. Знаешь, на что? Вот как вытекает крем из этого кондитерского мешка. Ну, просто посмотрите. Готовы? Смотрите. Посыпай, Кирюх, красивыми середачками. Ми-ми-ми. Просто посыпаю. Ничего, если будут пады, да, вокруг вот. Еще один момент, который мы, когда делаем десерт с Сергеем, мы не упускаем возможности посыпать все пудрочкой. Куда сыпем, Серег? Да прям... Дорогие друзья, наши маффины, которые мы готовили, Сергей, на 14 февраля, ну, на будущее 14 февраля, готовы. Мы сделали простое тесто, добавили внутрь белый шоколад, не стали его топить, для того, чтобы внутри, когда мы его делали в духовке, он растаял. Украсили мы это все потрясающим вишневым сливочным кремом, мятой, кондитерской присыпкой в виде сердечек, а сверху в виде вишенки на торте положили, как ни странно, вишенки. Давай пробовать. Вишник к вишне. Вишник к вишне, друзья. Такой вишневый у нас маффин получился. Ну что, пробуем? Давай. Пробуем. Ради такого завтрака, дорогие наши телезрители, я уверен, что ваша вторая половинка обязательно выйдет из спальни, такая немножко заспанная, но такая родная и домашняя, и скажет, дорогой, спасибо тебе за то, что ты у меня есть. С 14-го вас всех февраля. С праздником! С 14-го вас всех февраля.